Всем здрасте! Бутылки, пакеты, все это цветочки по сравнению с медицинскими защитными отходами которые выбрасываю сейчас сотнями тонн. Если уже сейчас не задуматься, то скоро наш мир придет Вот к этой небольшой нарезке, которую я сейчас поставлю Штампуем аппараты ЭВЛ, которые горят как спички. Наверное на одном заводе с нашими сверх крутыми ракетами собираются А не можем себе позволить создать аппарат за 100 тысяч размером с холодильник Давайте я немного порисую Это может быть очень простой аппарат. Например, в его основе пресс При наборе определенного количества медицинских отходов, поршень прессует материал в термическую камеру И на выходе мы уже получаем готовый полуфабрикат для дальнейшей переработки Сегодня напечатаю вот из этого никому не нужного материала А именно бывших в употреблении медицинских средств и индивидуальной защиты А в простонародье медицинские маски Ни в коем случае это не новые маски Новые я бы раздал Большинство масок мне помогли собрать коллеги Но тут есть и опасные маски с медицинских учреждений Перерабатывать я их буду стандартным для себя путем Конечно же не дома, а в одном из скрытых помещений Кто знает что в них может быть? Может быть COVID, а может туберкулез или еще какая-то зараза Я даже не знаю из какого материала сделаны эти маски Надо попробовать одну сплавить Ну конечно же не из этого пакета Материал плавится и липнет Вполне пригоден к переработке Только надо будет избавиться от резинок Цифровые технологии визуализации помогут мне телепортироваться в помещение X В жизни бы так было Запакуюсь! Не хуже чем пацаны с канала Криосан Когда они лазили по Чернобыльской зоне Кстати у нас тоже очень много мест где можно нехило разлечься Так что качайте колеса на вельках и крутите педали в нарезке Запах при переплавке масок чем-то напоминал прачечную Такое ощущение что вокруг гладят гилье В качестве инструмента для раскатки в пластины Я нашел какую-то банку Будем пользоваться тем что есть В пакетах также попались медицинские шапочки Материал масок и шапочек одинаковый Так что сплавлю их в общую массу Отклонение в 5-10 градусов превращает очень жидкий материал в твердый как камень Для термопресса это очень большой плюс Ну в общем то вот плюшки получились только какие-то синие Бегом в лабораторию Временно поставлю экструдер Красивые граммы не говорят о том что все получится В прошлый раз эксперимент с колготками провалился Потому что в материале оказались волокна хлопка Из-за этого экструдер постоянно забивался Вот вам и медицинские масочки Поставлю стол для протяжки Разогретый полимер оказался очень липкий и мягкий И постоянно прилипал к датчику провисания Из-за этого пришлось внести небольшие изменения в стол протяжки Диаметр прутка не совсем ровный Потому что снят датчик провисания Будем печатать из того что есть Материал это не так много Вот они первые 10 метров ниток из прекраснейших масок Которые наверняка защитили кого-то от вируса Ох и кривые! Я истратил очень много материала на настройку печати Полимер оказался капризный Да еще какая-то маска была сшита нитками Из-за этого пришлось надолго остановить печать Снимать и прочищать сопло Эх было бы больше материала Я бы добился хорошего результата Попробовал много вариантов Пока безрезультатно Днища модель отрывает Тут нужна термокамера Господа дилеры или продавцы данных боксов Возможно у вас на складе завалялся какой-нибудь бракованный экземпляр С удовольствием прийму его для своих испытаний Вы даже можете разрисовать его своими логотипами С меня ваши координаты Известно больше рекламы больше денег Думаете на этом закончу? Да конечно! Первый слой я напечатаю PLA А все последующие Пластиком Более или менее прилично Мне удалось напечатать тестовый диск На четвертом слое я увеличил скорость печати И поднял температуру Слои укладывались неровно Из-за разницы диаметра нити Но спекание между слоями получилось замечательно Я голову сломал Чтобы напечатать напоследок Пластика осталось очень мало Из этого замечательного полимера Я напечатаю домик Моему немногословному зеленому приятелю Прутка из медицинских масок все равно не хватит Из прошлого видео у меня осталась нить сделана из одноразовой пластиковой посуды Напечатаю белым цветом недостающие детали И одинаковым стен Глобовым отдаленных домах В непроглядной ледяной тишине Долгая счастливая жизнь Долгая счастливая жизнь А ты недолгая счастливая жизнь Каждому из нас Каждому из нас Как бы его назвать? Евгений или ковид? Или вы подскажете? Вот в общем то я доказал что никому не нужный материал загрязняющий нашу планету Вполне перерабатываемый Так что господа зеленые пошивите пожалуйста своими толстыми шопами не там где много баблищи А где реальная проблема? Я всегда говорил что мне на лайки Но сейчас я попрошу поставить лайк Только не обычный а вот такой Вот он настоящий лайк с пользой Но если вы еще на видос снимите Представите с какого вы города Отправьте мне на WhatsApp То возможно увидите себя в моих видео Также вы можете отправлять и видео вопросы Недавно я лазил по заброшенному зданию Но я очень люблю такие прогулки Я голову сломал что это такое? Что это за приблуды? Что за иголки? Оказалось это домашняя советская вязальная машина И у меня появилась идея связать себе какую-нибудь кофту из переработанного пластика А почему бы и нет? Как только научусь ей пользоваться Обязательно что-нибудь научу Не забывайте писать свои идеи и предложения Если что конкретное пишите в WhatsApp Он всегда в конце видео Что-то еще хотел сказать забыл До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok